Робокрафт 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 очень сильно из-за того что неправильно размещен внутри один из двигателей так вот о чем это я вышел тут hotfix кто вообще не в курсах кто в игру особо не заходит за новостями не следит но видео смотрят я по этому поводу уж никакого видео не стал выпускать ну потому что там два слова буквально первое это поправили системку цепу затир то бишь белую кровать как вот на кто на стриме был посмотрите стрим это электро стрим посмотрите там имба кубу фармера он он уже не играет ребят да это было чисто однодневная конструкция или нормально там вроде по свету внутри ховер стоит а кстати еще лампочки забыл поставить на самом-то деле коль теперь их обратно можно восстанавливать так вот в чем идея теперь теперь на первом тире ограничение в 750 цепу на втором 1000 и на третьем аж в 1200 она начинает 4 вы можете все полторы использовать и в таком виде я абсолютно согласен с разработчиками возможно они даже слишком много для первого второго тира то выдали и там ну может быть даже 4 можно было ограничить в 1200 уже там с 5 выдавать максимум почему эта идея правильная потому что смотрите начинает игрок играть там первый день у него нет еще этих там 800 900 цепута напрочь там на базовом крафте выезжает там что-то как-то его обляпал кое-как чем-то обмазал вроде бы вторым тиром стало тут выезжают на него какие-то крафты гигантские просто крафт и аннигилирует его напрочь это это возможно блин не нравится людям именно с этой целью так что стоп 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 на эту снайпер ну естественно снайпер сразу делают суицидный прыжок и мечет отстрелили сбоку по моему но я ему не дам жить я я не так прост как кажется а она и на пилец пилится он пилотик ему отстреливать были подстелили за засранца между тем вообще ух нифига себе откуда такая плюхт прилетает мне тихо 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 давай 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 а отлично плита развалились ема бопеть этот чувак подстелил у меня фрагу да ё-моё откуда вы ребята я только что расправился с противниками а тут еще выезжает меня толпе не у нас целых три человека где все наши где все наши че они все сдохли это блин две плазмы нифига на самом деле сейчас плазма ребят очень сильно играет именно потому что плиты раскалываются от нее то есть сплэш плазма спокойно залетает за плиту отлавает блок на котором она закреплена и соответственно вы теряете всю плиту сразу же вот так вот она играется начал смущать табличка которая раньше в помине не было идея правильная по счету цепи и этот вопрос мы закрыли так сколько я щас минус то улечу вообще не улечу 5600 вроде ремонт 84 плюс нормально главное что не в минус хотя мне надо прекращать царить деньгами как видите у меня денег еще меньше стало потому что я закупился тут желтыми блоками тут всякими вот барахлом электроплитным такой фиг там пушки ховера всякие тоже средне тирный накупил всякого барахлища и денежки то мои посыпались в минус но вот он имбокубу фармер но вы его не видите потому что он в чертогах разума опять же кто на стриме был тот его знает это раз два и три улучшили электроплиты ребят на 25 процентов щит улучшили непосредственно и да непосредственно в описаниях ничего не изменилось помните но кто не помнит кто абсолютно нифига не смотрит мои видео издает потом дурацкие вопросы я уже говорил что разработчикам надо сделать чтобы в информации в ангаре бралась переменная блин из реальной переменной которая используется в игре сейчас существует грубо говоря 2 информации две перемены одна реальная а другая в информации в ангаре то бишь сейчас реально щит электроплит увеличили на 25 процентов именно щит то бишь не суммарно на 25 процентов улучшили а только щит то бишь это на 12 с половиной процентов улучшили грубо говоря даже не грубо говоря абсолютно точно говоря плита но в информации в ангаре вы этого не можете увидеть потому что там циферки оставили старые и все и такие вот поэтому непонятки возникают усилили эти плиты или не усилили почему нельзя взять вот эту там переменную просто вставлять туда то есть меняешь ты мощность в игре это и чего-либо и она в описании тоже меняется автоматически подставляется возможно есть какие-то сложности которых я понятия не имею которых технически чтобы так сделать может быть это разные вещи что в ангаре что грубо говоря там разные оболочки как-то использую я не знаю там как это вам рассказать и какое слово подобрать в общем разные глобальные переменные используются которые нельзя нам отсюда перехлестнуть как-то все-таки это было бы логично так сделать чтобы народ в неведении как меня забалансил это невыгодно на седьмом тире то против восьмых до девятых в основном вот чтобы не возникало вопросов а ты говоришь чувак усилили где они усилились какие были такие остались на самом деле усилились это вот такой вот момент имейте ввиду еще один момент я почти что полностью переделал на самом деле этот крафт ну с момента тира я полностью восстановил нос и вот задняя часть она поменялась рейлган поменял ее я использовал его конструкцию в основном чуть-чуть ее опять же переделал мне не нравится то что у него башня такая высокая прям вот она меня раздражает такая торчащая опухоль блин прыщ я сделал ее такую вот ну ровненькую нормально так получилось у меня не мешает абсолютно и чуть-чуть поменялся дизайн видите теперь боковышки выглядят именно вот такими с сужающимися крыльями а ровными полосочками задние подкрылки я не знаю как их назвать даже в принципе дизайн и тот и тот хорош мне нравится но он и тот и тот болтается из стороны в сторону и есть вот это электроплиточный крафт вот он а вот они тащат тащат естественно мне пишут в комментах что там Серега ты не умеешь ими пользоваться они очень тащат вот это видимо те люди которые делают в среднем по 5 киллов которые постоянно там да электроплиты тащат я по 5 киллов ими все время снимают ты просто играть не умеешь вот это именно наверное из той же области но против вот такой кровати мне по-моему вообще делать нечего давай пилотико 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 выбить выбить блин не успел вы видите он прям на краешке сидит на последнем блоке вот он тут на этой доске дурацкой ничем его там не могут отстрелить засада конечно получилась но до сих пор электроплиты на самом деле слабенько себя показывают на кроватных каких-то крафтах это на леталках где вы на большой дистанции находитесь тогда да так 4700 3000 ну 1700 нормально хе-хе с честным то что я бывает там за 5 минут по 100-200 тысяч сливаю просто надо еще десяток двадцаток желтых блоков ну да че нет то там раз 60 косари на желтые блоки еще пару плиток ну да тоже добавим и бац еще 100 тысяч куда-то улетело вот на самом деле если плотно играть то в принципе на седьмом тире можно оставаться в приличном таком плюсе спокойненько плюс тут прем выдавали опять же всем все должны быть довольны я видел тут писал что там нафармил что-то 1800 что ли за сутки фарма там на каком-то своем тире мол там я шел до шестого тира там месяц а тут бац за день и сразу там восьмой благодаря этому дню премиума но на самом деле очень сильно повышает вашу эффективность потому что нужно смотреть не на цифру непосредственно а на разность на остаток то бишь то что у вас в плюсе чистого остается там колоссально там в два в три раза больше профита получается поэтому я всем рекомендую кто жалуется на то что прокачка долгая бабла нету прям закупить и не париться никакого задротства не надо мне по-прежнему рассказывают о том что мол долгая прокачка это плохо но почему плохо потому что типа долгая прокачка уже плохо я из-за этого ушел но я об этом уже сто раз говоря если вам не нравится вот здесь International идем Собрать его, ну я не знаю, за месяц-то точно Можно собрать ленивые игры, седьмой кирсия Какой-нибудь, это не десятый Если вам нравится на нём играть, то вы будете и дальше играть А если не нравится, то вы не будете в любом случае Играть, там хоть за день у вас будет Прокачка Вот на этом крафте мне нравится играть Видите, по бокам дополнительные пушки Поставились по дизайну рейла Но мне не нравится, как они расположены Если честно, я что-нибудь придумаю Попозже, наверное Ховера может чуть пошире ещё задней поставить, чтобы так не болтало Может хоть как-то поможет Плазма летит И это важно, вот эти пушки Потому что у неё очень маленький ДПМ был На самом деле, чувствовал, что Крафт стреляет реденько, жиденько Прям, ну, прям Странно, что не было этих пушек О, о, первая жертва Первая жертва, тоже с электроплитами Блин, тут одни эти играют Одни снайперы Или одни плазмы Вообще на пулемётах никто не играет Вообще никто реально не играет Нет, тут играют, но кровати такие, чисто А средние маленькие крафты играют исключительно на На плазму Может быть на плазму этот крафт переделать Но вот видите, в чём ещё недостаток электроплиты Снижение размеров вашего крафта Типа вот, мол, можно создать средненький такой крафт Так, блин, пушки-то некуда размещать Я понимаю Так, 3900 А ремонт 3300, да? И ремонт 3900 Давайте ещё раз попробуем Надо X2 сбить на этой каталке Она, в принципе, неплохая Просто, ну, понятное дело, что на электроплиточном крафте Вот абсолютно бесполезно вот так выезжать Да хоть там ещё в два раза их усилят Вот, может быть, только тогда То есть и арморы с щелдой Если на 100% забустят Только тогда, может быть, и можно будет на них вылетать И то вряд ли А так, это надо где-то сидеть, отсиживаться Так вот, плазма-то сбоку-то не прилепишь Проблема в том, что, видите, здесь и фронталка у меня стоит И на днище пушечка стоит, и по бокам И получается пушек вроде крафт небольшой И пушек много То есть всё пространство используется достаточно оптимально И где-то везде райусы есть пушек А плазма-то либо снизу прилепишь Либо сверху То тебе нужна доска или доска А вроде сбоку можно плазму снять Я что-то не помню Я сбоку, по-моему, никогда не ляпал плазму Ну как-то же играют унимачные фигурки Ну они, по-моему, играют У них такая подставочка есть снизу Уже непосредственно Благодаря которой На которой и плазма это стоит Либо там где-нибудь на голове Типа плазма стоит Вот Рельсы такая же фигня А у рельсов ещё больше радиуса То есть маленькими крафтами ты особо не отделаешь Вот только такие доски вот И можно сокрафтить Вот, кстати, да Опытные игроки говорят, мол На 10-м тире вообще сейчас уныло Тухло И играть неинтересно стало Очень сильно неинтересно Почему? Потому что набежало очень много наджибателей Таких, знаете, которых фантазия абсолютно нулевая Они даже скопировать какой-то интересный крафт Не в состоянии То есть там просто одни кирпичи и доски играют Анимешных фигурок стало мало Ну, возможно, их процент просто снизился А, возможно, японцы стали на них больше страдать Из-за того, что стало больше вот этих бронекирпичей Понятное дело, что фигурка против бронекирпича Она один на один ничего не сделает Играть на них очень невыгодно стало, соответственно То бишь разницы всё-таки есть Одно дело, когда у тебя команда бронекирпичей И ты один там на какой-то фигурке, да Или там две фигурки Это ещё терпимо, не так заметно А когда там у вас три фигурки, четыре А у противника одни кирпичи То, естественно, там турбослив происходит ожидаемо И, возможно, японцы уже не так активно строятся Или там играют где-то на других тирах Или, может быть, вообще просто не играют Поэтому на десятых тирах стало скучно играть Из-за этого Раньше было лучше Трава зеленее И всё такое прочее Так, сейчас надо Может быть, попробовать вырваться Уже у них почти полкоманды слита, между прочим Так, вот у меня сооригенились плитки По звуку, судя по всему Мне, естественно, пишут Зачем, чувак, таймер И так всё понятно Ну, не получается у людей понять идеи умные Ну, вот хоть тресните вы, ребят Вот вроде бы он разжевал Почему там надо Я, возможно, даже скрин покажу Этих таймеров Визуализацию нарисовали Да ты вы сдохни уже Ах ты ж, ё-моё Как раз-таки прекратил стрелять Чтобы радиус расстрела уменьшить И тут он, блин, сдох Так, ладно Всё-таки я возьму фраг в этом бою Нет, не возьму я бы фраг в этом бою Может быть, поднище, поднище ему подлететь Ё-моё Проблемка Надо было, в общем-то, на половине уже боя Просто-напросто отлетать и зарегениваться Но отмониторить невозможно в тылу боя Потому что я смотрю в прицел Я, конечно, смотрю там на хелсы и всё такое Но точно вот в таком бою не уследите вы за переливанием Конечно же, всегда в комментариях, знаете Когда что-то говоришь Там, эта игра сложная Там, или у меня не получается пройти Или это неудобно Всегда находится чувак, который скажет Да нет, всё удобно Я там спокойно прохожу её там на харде Ещё что-нибудь Тут всегда найдётся такой троноджебатель Потому что не знаю, насколько он реален или нереален Но, тем не менее, факт остаётся фактом Юзабилити, плит тоже низко Среднее даже, я бы не сказал, не низко, а среднее То есть с таймерами было бы очевидно Вот правильная, кстати, идея Мне написали в комментариях Чтобы ещё показывать на этой сноске-выноске Оставшееся количество хп этих плит То есть вам попадают И там, допустим, сразу же появляется сноска с хпшками И если через пару секунд вы не получаете урон То на ней ещё таймер начинает бежать То есть в две строки, грубо говоря Сначала остаток, а потом таймер под ним Это было бы очень удобно на самом деле Потому что мне написали, что Я всегда понимаю, да вот в этом бою Как ты поймёшь, что там осталось у тебя 7 тысяч там 3 тысячи или тысячи Это очень важно на самом-то деле Потому что тысячи это уже всё Это надо убегать по тону Они практически не отличаются Да, она чуть-чуть темнеет Когда у неё нет хелсов, она блёкла Это видно Но потому что она выключена Непонятно, сколько осталось на таймере Кстати, кто-то даже говорил, что таймер насчитал Аж 40 секунд на реген Вот вы, а вы говорите юзабилити Высокая Если бы оно было высокое, никто бы не писал, что Мол, плит регенится через 40 секунд Полностью Хотя заявлено официально 15 всего лишь Секунд регена Это тоже Говорит о многом Что ещё по поводу плит Можно такого вам рассказать Прям вот чтобы вы начали тащить А то мне говорят Серёга, там давай гайды Как нужно правильно играть Мол, там вообще Чтоб ты там такой по пятой линии пошёл Тут всех нагнул Такой крафт супер... Ох ты, самолётик Просто белый самолётик Он, кстати, третьего тира Да, это В платуне с седьмым тиром Делать ему тут абсолютно нечего Но выглядит прикольно Вот крылышки прикольно выглядят Вот эти... А, да Вот что ещё хотел сказать А то меня спрашивали А я всё не отвечаю Так Эту тему как-то скипнул Спрашивают, мол, сколько награды дали за конкурс Там или сколько будет По последней информации На данный момент у меня Которая имеется Инфы о том, что какая-то награда будет Нету Разработчики ничего не говорят По поводу того, что они наградят Не знаю Может быть они... Может быть им не до этого просто-напросто А может быть они настолько разочаровались в победителях Что просто не хотят в основной массе Выдавать что-либо За такое Не знаю Не знаю То есть награды, возможно, вообще никакой не будет К победителям Ну, я В какой-то степени расстроен Понятное дело, я думаю Все победители, кто победил Будут расстроены Кто не победил Те, конечно же, злорадствуют Типа, аха-ха Лошары Но мне, по сути дела Это по фене Там, дадут Мне не дадут Это не обязательно В общем И на то... Это тоже на счёт Я никогда не рассчитывал Скажем так И на победу я не то, чтобы рассчитывал И на награду какую-то существенную То есть дадут Приятно А не дадут Ну, ладно Я как бы Блин Всё, мы сейчас опять расстреляют Да, кстати, внутри крафт стал чуть более бронирован Вот то, что плитка вот эта вырублена Ясно Через сколько она зарегенится Не ясно И сбрасывается ли таймер Вот что ещё Главное, не ясно, ребят Вот она только что, по-моему Начала отрегениваться Её отстрелили То бишь Не ясно То есть, естественно Если в неё попадают То таймер должен опять заново начинать идти Но ведь этого не видно Она просто серая и серая Попали в неё вот или не попали То бишь Ну, спорить с этим глупо Просто, серьёзно Блин, я опять Не судьба мне, по-моему Их с 20 нет на этом крафте Потому что кирпичные бронекирпичи Блин, они реально Давайте ещё попытку Я должен Я должен это сделать Показать, как надо тащить на электрокрафте Очень странно Что очень многие на стриме Мне, кстати, да Вот ещё один момент На стриме Было просто вагон комментариев Типа Серёга, сделай полный крафт Полностью из электроплит Ну Хотя Я почти что целый стрим На нём катался Целое видео Поэтому до этого выпустил И всё равно мне пишут И в личку мне писали Типа Серёга, сделай полностью из электроплит Я не знаю Может быть я неправильно понимаю Полностью из электроплит Ребят Крафта Может быть Имеется в виду Три блока Допустим На пилотика А, не Ну ещё под каждым блоком Которым крепились Электроплиты Поставить И Ну 20 может быть блоков Чтобы Всё остальное действительно Электроплит Может быть Такое имеет в виду Народ Но это вообще невозможно Фактически Там такая Трешанина будет Даже в этот крафт Я подобавил блоков Внутри он стал более Полный Нежели Когда был В предыдущем Своя итерация Но Это не спасает Электроплиты Отваливаются А дальше уже Естественно Никакой брони По сути дела нет Остаётся Голый скелет Такой Который Куда ни ткни Его везде Будет страдать Но я должен Ребят Попробуй Последняя моя попытка На затащивание Так По какой линии пойти Да Давайте Загайдим Загайдим Под конец Чтобы нужно Под какой-то линии Идти Вот А, да-да-да-да Вот я увидел крыло Мне советовали И сам я думал О том Что нужно сзади Просто крыло добавить Вот именно В таком виде Торчащее И оно должно Стабилизировать Мой крафт По идее Но я что-то забыл Об этом Ребят Совсем Вот Так Ну вроде Масса пошла Здесь Значит я вместе С массой Смотрите Нету особо Электроплиточников Ну вот Ну это Не явно Не то что Можно считать Электрокрафтом Или вот это Это Блин Первый Третий Ох ты Это ж Надувная Лиза Но кто-то Очень плохо Дул И надул Не самую Качественную Копию По-моему В принципе не то что Это прям уж совсем Копия была Но Я бы не сказал Что это прям Фантастика По дизайну Что-то свое Конечно он привнес И за это ему Не знаю что ему за это Даже за Лиза Ничего Вот Ё-моё Все болтанка началась Нужно крылья добавлять Сзади Я видите Очень полезен Сейчас в бою Я просто отвлекаю Противников Видите Они не могут в меня попасть Вот сейчас Видели Видели Как я сагрил На себя снайпера Именно поэтому Я Выиграл Хелсу Для своих союзников Но кстати Одного просто Ховера нету Поэтому такая шляпа Вы видите Левого ховера Сзади нет Поэтому перевес Естественно Очевиден Но Крафт Не предназначен Для толкования Для толкования Крафт Не предназначен Вообще Ни для чего Чисто так Ух ты Электроплиты Надо что-то из них Сделать Это-то крутой Крафт будет Ох Сейчас он Мне днищ Прострелит На самом деле Они очень плохо Даже снайперские Дэмэдж держат На стриме Это тоже было Хорошо видно Что Разработчики Сказали Мол Электроплиты Должны держать Снайперский урон Но нифига Прокаст Влетает тебе Со снайперки Эти плиты Раскалываются Просто Вообще Вываливаются Там Почти весь крафт С тебя Вываливается Все Пошло Пошло Кто кого Снайпер Или я Я должен Давай Давай Пошел Пошел Давай Есть Есть фрага Но у нас уже почти Полбазы захватили Надо бы ее отбить У меня хотя бы Хоть единственный плюс Который у меня есть У этого крафта Это его Скорость Хоть не маневренность А скорость Давай Давай Есть Отлично Походу Там сбили Ребят Осталось их четверо Нас чуть больше Отлично Шансы есть Наконец-то У меня есть шансы Взять х2 На этом крафте Так Так Где же они Может быть еще Кого-то подстрелю И возьму максимум Давай Давай Блин Ну сейчас бы Троих забрал Правда разницы Нет особой По деньгам О Есть все-таки Еще Еще те Кого можно Подстрелить Нет особой Разницы Убьете вы там Двоих Четверых Или пятерых То есть по рпшкам Вы зарабатываете Очень средне Блин Опять кто-то на захвате Оказался Их двое Уже осталось Вот Это конечно удручает Но в то же время Нормально Пофигу И вот Крафт я говорю Что он не играет Вообще Лажит Дерьмо И все такое Но мне нравится На нем играть Вот единственное Что чуть-чуть Починить его болтаночку Эту неприятную Чтобы он не переворачивал Из стороны в сторону Мне уже даже в личку Писали Тру эксперта Как надо исправлять На седьмом тире Там поставили Электроплиты Вокруг ховера Такие знаете Торчащие Максимально торчащие Из крафта Где у меня Средние пушки стоят Вот эти вот Первыми плитами Закрытые Вот туда чувак Поставил ховера И закрыл их Плитами третьего тира И говорит Я ему говорю Ну трэш же Он такой Да нет Ты че Смотри У ховеров Три с половиной тысяч Армора Электроплиты дают По тысяче Или там По двеле На седьмом тире Блин Пять тысяч армора Блин У торчащих Из крафта Ховеров Он говорит Мне зато не болтают Я наджибаю на нем Ну конечно Блин Наджибаешь На такой-то вещи Там просто На седьмом тире Плазма может На пятьдесят косарей Прилететь А у тебя Пять тысяч армора На ключевой детальке По управляемости Твоего крафта Ну Может быть на седьмом тире На самом деле Не такие злостные игроки Просто-напросто И вот видите В принципе Если с толпой держаться Особо вперед не лезть То нормально Вот 13 тысяч Я получил У двойки Ремонт копеечный То бишь 12 тысяч Я все-таки заработал А 12 тысяч Это извините меня Можно позволить себе Вот Ну Шесть Желтых блоков Нормально По-моему По заработкам Это более чем Больше десяти Синих блоков По-моему Если в день Даже с нескольких Крафтов Просто сбивать Икс двойки Будет вполне нормально Да Кстати С Юкина Меня спрашивают Говорят Ты же обещал Переделать Юкину Под электроплиты Мол Когда они не вышли Ну ребят Я думал Что они будут лучше Играть Чем они играют Сейчас Сейчас Для такого крафта Который едет Флоп Который танкует Дэмэдж Который ДПМит И в ближнем Таком противостоянии Карает Пытается Перебить Врага Электроплиты Вообще Нафиг не нужны Вот никуда Их тут не прилепишь Я даже И уж тем более Не переделаешь Единственное Во что его переделать Это нужно В Мурмедона Это единственная На самом деле Форма Даже другие Опытные Игроки Говорят Что у Мурмедона Для ховера Самый оптимальный На самом деле Форм-фактор И в нем Из-за того Что это такой Форм-фактор Нужно внутри Разместить Определенное Абсолютно Ясное количество Ховеров Нужны Трайстеры Нужны Пушки То в форм-факторе Вот такого Вытянутого Гиперболоида Особо ничего Не придумаешь Они все будут Похожи на Мурмедон В той или иной Степени Делать что-то Прям очень похожее На него Мне не хочется На самом деле Поэтому я Пока что думаю Что я хочу Из десятого тира Сейчас тащит Доски Доска кровати Кирпичи кровати Самые тащовые Крафты На десятки Ховеры Не очень себя Показывают Ну Бронеколбасы Наверное Тоже хорошо В принципе Но самые тащовые Это конечно же Что-то типа такого Только в два раза больше Ну не в два Там на еще 300 цепу Добавьте там 200 блоков Еще обмажьте 200 блоками Лучше 300 блоками Обмажьте И будет самое то Ну что Такой смотр Второе мнение Такое уже развернутое Вполне себе Обоснованное По поводу Электроплит У меня получилось В принципе Все нормально С ними Может быть Чуть еще улучшить И будет вообще Зашибись С другой стороны Особо то и не надо Чтобы их было Очень много Лучше Какой-то другой Контент добавлять Чтобы было разнообразие А не вот что Все с этими Электроплитами Носятся И сейчас В принципе С ними ездят И хорошо То есть А все равно Какой-то Универсальный Крафт будет Когда Если они будут Тащить И все будут ездить На этом универсальном Крафте Это не очень прикольно На этом действительно все Пишите комментарии Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Ссылка в описании По робокрафту Естественно Ну и в мою тоже Там все Там новости по холоду Все такие и прочее На этом действительно все Надеюсь что развлекал Не только себя Но и вас Субтитры сделал DimaTorzok